Без долгих тренировок так ловко управлять моторной лодкой по силам далеко не каждому. Алиса Калина уже 4 года занимается водно-моторным спортом и в будущем мечтает купить себе большую яхту. В свои 11 лет она уже может дать фору многим мальчишкам, но говорит, что есть еще над чем работать. Вообще я готовилась, у меня очень плохо получался задний ход, я задевала буи, но я больше стала тренироваться и вот так я попала на соревнования. Это первый турнир после годового перерыва, который проводит спортивная школа по техническим видам спорта. Соревнования проходили в два этапа. В первый день спортсмены состязались в скоростном маневрировании, а во второй определяли победителей в параллельном слаломе. Настроение перед стартами было у всех боевое. Ребята все на адреналине, на подъеме. Вчера при проведении медицинского освидетельствования перед стартами у всех наблюдалось повышенное давление, повышенная возбудимость. В общем, ребята ждали этого события и вот с удовольствием второй день мы проводим этот наш праздник. Небольшие коррективы в проведении соревнований внесла погода. Все два дня, пока проходят соревнования, льют проливные дожди, что существенно усложняет прохождение трассы. Но, как говорят тренеры спортсменов, после таких препятствий им теперь не страшны любые сложности. Ярче всех в этот день выступил Степан Кузнецов, что неудивительно, ведь юный спортсмен уже выступает за сборную Московской области. Он показал лучший результат на всех этапах в своем классе. Признается, что очень скучал по соревнованиям. Честно, я скучал по большим турнирам, большие эмоции, адреналин всегда поднимается, когда ты едешь, волнуешься сильно. Ну, как у нас не было два года соревнования, впечатлен, что у нас вчера и сегодня прошли эти соревнования, так же, как и для новеньких. И так же, так показать свои результаты всем. После заездов прошло награждение участников. Вручал медали первый вице-президент Федерации водно-моторных видов спорта России Андрей Краснов. Он высоко оценил уровень подготовки химкинских спортсменов и не исключил, что новая мировая звезда водно-моторного спорта будет родом из нашего города. За детьми будущее. Надеемся, может быть, эти маленькие ребята, которые здесь стояли на пьестале, в ближайшем будущем могут стать и чемпионом мира. Смена подрастает достойно. Ну, чемпион мира из химок, химкинский чемпион, я считаю, что это закономерно даже. Поэтому будем надеяться. Соревнования закончились, но впереди еще много работы. Уже через неделю спортсмены отправятся защищать честь школы на всероссийское первенство, которое будет проходить в Санкт-Петербурге. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, Химки ТВ. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, Химки ТВ. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, Химки ТВ. Продолжение следует...